Совсем другой масштаб, нечего и сравнивать. Раньше, вспоминает заведующий Байкальской астрофизической обсерватории Александр Боровик, финансирование было столь мизерным, что хватало только на мелкий ремонт отдельных деталей. 2012 год для астрофизики стал переломным. Начали выделять деньги на крупные проекты, такие как строительство нового телескопа. Пока установлен купол, детали механические и оборудование находятся в работе. Он будет предназначен для наблюдения тонкой структуры Солнца. И название у него очень интересное. Солнечный синаптический телескоп. Новый телескоп планируют достроить через 2-3 года, а пока модернизируют старый. Большой вакуумный телескоп, крупнейший на всем евроазиатском континенте. Оделся в белый керамогранит и улучшил технические характеристики. Он будет смотреть не только глубже, но и одновременно на нескольких уровнях атмосферы. Потому что все телескопы, которые построены, скажем так, в предыдущем веке, они в основном ориентированы на то, чтобы наблюдать Солнце в каком-то определенном промежутке длины волны света и, соответственно, на каком-то уровне солнечной атмосферы. А новые инструменты, они изначально создаются так, чтобы наблюдать одновременно как можно больше уровней солнечной атмосферы. В 2013-м между этими двумя телескопами планируется создать локальную сеть, а данные напрямую выдавать в интернет. Так на Байкале вскоре появится научный комплекс, который поможет существенно продвинуться в изучении физики Солнца. Ведь многие явления, происходящие на самой близкой к нам звезде, до сих пор не изучены. Почему Солнце греет, вроде знаем. Но почему Солнце имеет 11-летний цикл? Так ответа нет. Почему на Солнце температура вот внутри сотни миллионов градусов, потом на поверхности она получается порядка 6 тысяч градусов, а потом ближе к нам, там действительно Солнце, снова миллионы градусов. То есть есть проблемы, каким образом вот эти вот процессы на Солнце, и как они напрямую взаимодействуют с магнитной сферой Земли. Эти вопросы открыты, они есть. Комплекс поможет осуществить мечту всех астрофизиков мира, научиться прогнозировать вспышки на Солнце, которые приводят к магнитным бурям на Земле. Зоя Ценишеева, Новости дня, Озеро Байкал.